1 2 3 1 2 3 как слышно 1 2 3 товарищи сейчас надо проверить так волосвит онлайн начался но пока вот трансляция приостановлена странно 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 задержка секунд 40 так 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 и так пускай будет задержка в поправке в таком ключе провести в сегодняшний в бинар волосы онлайн и пока пройдемся по экономическому календарю на будущее кто любит онлайн непосредственно посмотреть обзор либо на этом стриме но на youtube канале либо же на канале компании wolf x будет происходить онлайн трансляция вот мы решили перейти на youtube канал в общем я думаю что всем будет удобно и никаких просто посылки прошли и сразу же попали на онлайн трансляцию еще пока привыкаю на не все нюансы и тонкости такой трансляциям постиг и так экономический календарь на следующую неделю самое важное событие на одну из самых важных на следующей неделе это будет в среду в 11 октября будет фомка это будет правда минутки но чем черт не шутит все может быть по штатам и на редко холидей колумбус день колумба в общем все банки закрыты но рынки открыты без банков на рынках будет не так ликвидное не так много ликвидности поэтому соответственно и ожидать каких-то супер движений не стоит да и вообще принципе торговать тоже не желательно в такие дни из календаря по штатам еще петролиум естественно сдвинулся на четверг будет статус report jobless claim тоже в четверг и в принципе из таких супер важных по штатам у нас все ну опять же подчеркну среда будет ключевым моментом те кто скальпируют как раз вот в среду в четверг будет самый раз поработать британия вторник объем производства обрабатывающей промышленности в понедельник в канаде день благодарения и в японии день физкультуры вот такие дни даже отмечают людям принципе по супер событиям это нас в основном впереди всех штатах то есть по отчетам по за заседаниям вот в принципе так больше ничего нельзя подчеркнуть возможно какие-то политические встречи будут ну принципе пока все ну не будем останавливаться на календаре с слишком долго так раз два три нет неизвестном непонятно есть трансляции или трансляции нет так сейчас секундочку разберемся вроде бы что то есть на судя по пришлось перезайти на второе окно посмотреть как там идет трансляция вроде есть но в общем тогда продолжаем начнем мы по традиции с индекс ртс сразу возьмем дневки и так я взял класса профайл бидаск и объем настройками также мы сейчас посмотрим как себя ведет индекс относительно прошлого контракта вы увидите на экране как раз указаны рамки одного контракта и где заканчивается следующий контракт пока мой в пляшем как раз таком равно удаленном восходящем канале пока еще удерживают контроль и это очень неплохо потом по ликвидности в более-менее в норме пока стоит ликвидка но чуть-чуть совсем просела скорее всего ждут каких-то событий и потенциально может быть даже фонку в среду среда-четверг еще раз подчеркнул понедельник будет достаточно такой вяленький без особых серьезных движений со стороны американских бишь соответственно на нашем рынке даже если будет утреннее движение то подпитываться объемом крупным на открытии штатов не будет так в раз два три я не понимаю почему трансляция остановилась так надо сейчас точно убедиться сколько сейчас есть трансляции или нет как раз два три странно и и и так ну идем дальше там уже в записи если что будем разбираться по открытому интересу в параметры как видите зафиксили пятницу перед выходными были достаточно так аккуратные и спокойные по ажиотажной активности не было никаких никакого всплеска то есть пока не прощупывают 115 не осмелились на этой неделе постигнуть дальше толкнуть котировку ну собственно будем смотреть сейчас по четвертому третьему числу какие там были агрессоры как видите по этой неделе в основном там где была хоть какая-то активность по открытому интересу были в байер и вот соответственно возьмем уровне 6 на 15 минут на фрейме поближе уже познакомимся с этой неделе и отметим там активность непосредственно ту которую нам нужно уровнем поддержки сопротивления и зафиксируем их для дальнейшего анализа так вот у нас текущая неделька сейчас мы немножко и подкорректируем ядро неделю пришлось на 112 830 по 113 130 такой интересный коридор сейчас мы зафиксируем далее второй по значимости коридор в 113 430 обязательно стоит отметить и 113 640 принципе тут мы видим как пятница притормозила пока свое снижение по сути скорее всего скидывают в этот двухдневный рост там по открытому интересу мы сейчас отметим важные моменты позиции у нас резко открыли после клиринга четверг 5 числа в 468 скачок сразу произошел неплохо и вот это коррекционное движение видите как выталкивает из рынка по стопам всех кто не согласен с снижением ну в общем снимают стопики мы сейчас отметим по дням тоже ведь активность по нижней гистограмме три дня активно набирали все фактически вот три дня с учетом даже вторника в основном были байеры даже сегодня в пятницу до 16 часов также даже не до 16 до пика вот 14 часа были байер сейчас мы выделим эти моменты когда у нас была самая высокая активность по покупателям и по левой гистограмме сейчас мы отметим самые плотные так ядро как раз практически совпадает с коридором активных байеров вот он у нас плотненький коридор мы видим далее чуть чуть ниже 113 280 по 430 это вот 370 даже потом сейчас мы это одним светом зафиксируем идут у нас плотненько как раз максимум дельты и до 940 отметки сейчас мы отметим сейчас быстро коридорчик этот значит вот этот коридор отдельно это отдельно и этот отдельно настройками сейчас пока не будем настраивать коридор на и вот где оставили сегодня и вчера еще 510 720 видите здесь не селлеры контролировали коридора непосредственно байры возьмите коридор вот и вот собственно как начали они с 720 сбрасывать всех по позициям так и закончили соответственно отсюда и напрашивается торговый сценарий значит удерживают 113 113 190 по 580 можно сразу объединить вот этот массив объема и вот этот объемный массив ядро обязательно должны удержать если начнут с этого же уровня сразу входить то есть в понедельник начнут уходить сразу по ну с массива фиксации пятницы грубо говоря не весь массив мы берем что основная часть пятницы на максимуме дня а непосредственно там где уже вышли те кто шортили весь этот специально двухдневный рост соответственно по уровням которые могут быть для байеров такие приоритетными и важными это 114 120 непосредственно вот активность такая точечная на всякий случай возьмите эти два уровня 113 сейчас 113 670 в качестве сопротивления потому что здесь как раз шортили потенциальном на всякий случай вдруг будут снова атаковать ну и пробитие 112 920 уже ну грубо говоря крайняя цена 112 830 ниже этого уровня ждать покупок лучше не стоит соответственно в возобновление динамики в петролиум четверг плюс вечером в среду фомка как сняли с топориев учитывая тот факт что там не так уж и много ликвидности пришлось на это движение вниз ну а давайте по дням посмотрим 379 тонн оборот то есть ну по сравнению с 66 шестью стами и вы с местами обороты которые были в июне не сравнится то есть это такая мелкая активность и собственно давайте возьмем по текущему контракту а даже не по текущему контракту здесь период с 2 вернее с 9 02 февраля для 9 февраля рядом очень рядом значимый уровень вот это 115 250 то есть тут максимум уже был локальный максимум сейчас мы отметим вот этот уровень и как раз мы к нему подобрались соответственно следующая . ключевая будет 118 отметка но ликвидности не радует и сейчас вот идут очень плотно обратите внимание как упала волатильность по ртс у это в большей степени говорит о либо участники рынка ожидают какую-то важную информацию события либо пока не определились с со своими действиями либо боятся вообще как бы принимать участие инвестировать и спекулировать вот такие сценарии ну в общем если будут удерживать ядро неделю потенциально можем продолжить рост но учитывайте что рост был достаточно затяжной еще раз с учетом прошлого контракта соответственно так надеюсь трансляция идет потому что мне не видно что там как там неизвестным ну в общем вторым 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 так это на сбербанк сбер мы будем смотреть на дневном таймфрейме на мелкие даже обращать внимание не будем сегодня обратить внимание как спала ликвидность по сберу и потом резкий скачок вот четверг пятница мы обязательно это внимание уделим непосредственно вот этим двум дням те которые были на мелком обороте уже как бы совмещая значит коридор в самой плотной такой активности по активности по байрам я смотрю все более близко рассмотрим начиная с 192 иду сейчас 193 500 тут фигурируют самые такие повышенные агрессоры на покупку да вот в принципе весь коридор мы захватили тут есть еще один левел 1912 по 191 и 4 тут по 115 по 182 тонны со стороны агрессоров на покупку и сейчас еще один уровень и отмечу это 163 тонны на 190 40 там уже все остальное меньше меньше сотки а вот вот такие ключевые уровни которые у нас на четверг пришлись тут небольшая дельта но есть все-таки на стороне байеров по сравнению с предыдущими периодами скажем так либо прошлым кварталом это достаточно мелкая активность и соответственно на артейсе тоже от четверга там где был рост особо ну сильным от ожидания не стоит даже оценивать как ключевой момент то есть мелкая ликвидность не создает особо сильных сильного контроля вот есть по миллиону по полтора миллиона вот это сессии ключевые даже вот сессия все что он выше миллиона по дельте это уже стоит достойно внимания вот наш четверг то есть мелкая локация вполне может быть снятие стопорей вот этот массив который они даже по чуть-чуть шортиль и сбрасывали естественно после такого роста может быть маневр на самом деле за стопорями и если на следующей неделе к среде либо четвергу мы придем почему-то на сто восемьдесят девятую потенциальным может быть коррекционным моментом на месяц может на на меньше но рост сами видите на сбере такой неустанно уверенный но сейчас пока мы видим что с 95 там немножко тяжело дается но по ликвидности ток четверг и пятница вот уровне эти непосредственно нужно будет взять на вооружение причем обратить внимание пятница на дельта на стране селера с 27 сентября удерживается по сей день если не учитывать это четверг соответственно по сценариям если уходят ниже вот этой локации на поддержку ну грубо говоря ниже 92 91 если уйдут потенциально у нас прям напрашивается модель снятия стопорей и возможный поход ну как минимум до 184 это может сто 180 ближайшая локация непосредственно вот коридор 187 8 189 и 6 потом идет 183 5 по 185 локация и пока до следующего онлайн они туда дойдут мы уже новые уровни рассмотрим а вот такой был сберб теперь приходим на газпром так подгрузился газпромщик и газпром пока сберб отдыхает так надо наверно в чате написать на всякий случай вдруг и так по ликвидности 4 5 тоже отличились почти 4 миллиона оборот по газпрому 5 октября и 3 с копейками шестого сегодня как видите был такой достаточно слабо ликвидный период с 25 сентября как раз корректировался немножко там газпром так несущественно я называю это сползающий рынок сняли стопори после 121 и принялись раз мы подойти посмотрим как видите ликвидность достаточно такая не слабенькая по сравнению с оборотами квартала который был в лет летнего периода дельта больше полумиллиона за четверг и этот коридорчик мы сейчас захватим вот у нас и смело можно до 122 брать тут прям верхушка активно проработали и и в принципе уже прощупывали вон 29 сентября так сейчас вроде должна запуститься трансляция непонятно как с этими программами для трансляции сейчас будет перед перезапуск сервера тогда в записи и так неделя как раз на пике на 100 до 4 с половиной так и становилась у нас получается вся мощь пришлась на четверг мы сейчас эти уровни и выделим давайте сейчас мы захватим троечка здесь мы вот обратите внимание четверг отмечаем уровни принципе по 121 122 так и оставляем тут в среду 4 числа неплохо набросали 260 тонн по дельте только так и плотно уровне берем 123 часто сто сто за встретить до сто до 38 вот этот коридорчик и ставим здесь сейчас это число вот в качестве поддержки как видите здесь уже были такие подвиги в полмиллиона на этой же цене кстати но это было в конце сентября потом этот затяжной 6 или даже семидневный спуск до 120 сбросили всех кого надо и снова на верх до загрузились на 1211 соответственно но если будет коррекционный момент ниже 123 ну тогда будем их ожидать на 121 с половиной так надеюсь трансляция идет обидно столько настраивали настраивали так 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 ладно тогда уже запись будет смотреть первый блин комом ну в общем с газпромом тут принципе и все 121 122 и 123 по 124 берем конечно поддержки ликвидность есть если будет сохраняться ликвидность и далее соответственно быстрее пробьют 125 и там уже у нас остается за 126 половиной уже уровень на 125 тут под 2 миллиона практически уровень оборот прошел и дело за малым в общем осталось далее рубль подгрузился рубль я думаю всем интересно что там сейчас происходит так ну в общем пятница очень агрессивно прошлись байеры тут прям сто тридцать восемь тысяч только дельта посмотрим по ликвидности ровно четыре дня абсолютно идентичная по оборотам в районе там полтора миллиона миллион восемьсот пик это был соответственно в движении потом в 2 и 2 миллиона достаточно резко поменялась ситуацию и снова вернулись на максимум причем в тут неплохо оставили пятно байеры видите по пятнице по открытому интересу что самое главное открытый интерес не особо прибавился но позиции по крайней мере сегодня открывали нельзя сказать что это прям вливание супер существенное которое изменит ситуацию на валютном рынке но и факт есть вот будь осторожны потому что дельта 130 139 тысяч выше была только в прошлом контракте слушайся 5 178 то есть не факт что это прям начало сильного движения могут вернуться потом еще обратно тут 114 тысяч было дельта ну один инертный день потенциально может быть то есть понедельник еще могут инертно немножко пройтись до 59 с копейками там уже будем смотреть контрольная точка ну проверочная все 9 и 400 пока пришли к максимуму недели мы сейчас заглянем на спот посмотрим какая там ситуация вот то есть тут как бы четыре дня были 5050 без особого вливания и 139 тонн 139 800 и 109 тонн было 29 28 сейчас сопоставимое по активности дельта потенциально могут просто маневрировать ну как бы корректировать и называет а пятницу сбросили немножко ребят по дельте всего 6 по 61 процент по неделе вообще там до 5 не доходило давайте посмотрим что там все таки было по споту так жалко столько готовится и так где там дневка и так по дельте у нас существенно ну скажем даже таких прям супер селеров не было в основном фигурируют пока байер причем активность вот по ликвидность если сравнить с кварталом летним было даже пиковая вот 5 миллионов недавно то есть выше сопоставимым было 6 это в начале контракта сентябрьского вот и тут 5 миллионов тут 38 три с половиной час в пятницу только пришлось по дельте 5 четверг был еще такой себе но сегодня вот четыреста три шесть тысяч дельта по спот рынку возьмем сейчас самую активную площадку даже возьмем конкретно зовут этот период выделим дельту по коридоров и так вот у нас есть сейчас мы заплатим вот 145 тонн 58 75 потенциальный уровень где могут восстановить этот рост вот подвиньте рядышком тут 40 все дна тона по 58 35 так отмечаем эти уровни все 835 по и 58 75 отдельно два уровня то есть это не коридор непосредственно для контрольной точки так и сто шестьдесят две тысячи вот мы видим 57 65 соответственно если понедельник вторник начнут возвращаться к 70 вернее 57 65 ну посмотрим тут вот последний блокпост почти четверть миллиона 57 и 2 со стороны байеров отметим соответственно весь этот плотный коридор по байрам вы видите его отмечать даже можно отметить он широкий достаточно 57 60 57 85 по 58 15 ну есть шансы на снижение если уйдут хотя бы ниже из все 7 85 пока будут в этом коридоре еще находиться лучше не шортить и ждать пока они осмелятся все-таки провести татурой как видите задержались пока на 57 58 потенциальным перед новогодними праздниками октябрь и ноябрь быстренько время пройдет возможно идет загрузка вот ну я вам показал что вот такие маневры есть дельты пока немного на продажу поэтому кто шортит тот под подождите пока не уйдут ниже 57 в идеале 57 20 то есть может еще там 57 и 50 будет триггер вот если видите в четверг нам оставили немножко селера вот по уровню 600 тонн со стороны соли ров против 200 500 но в любом случае тут нем немало набрали это писать 7 5 евро 3 5 5 6 8 9 9 Корр 아뇨 8 10 13 13 14 так погрузилась евро так у нас по 15 минут на фрейм мы переходим на дневку отключаем давайте посмотрим сколько у нас ликвидности обратите внимание четверг пятница ровненько вы ровненько 206 и 207 крайне подозрительно такая ликвидность прям тютелька в тютельку соответственно тут работают одни те же участники и потенциально тут могут создавать такие маневры на сброс с топорей так далее ровная ликвидность была под 200 тонн всю неделю даже можно сказать четверг пятница прошлой неделе и по открытому интересу никаких позиций не открывали соответственно как остались ключевые уровни с то еще недели 25 26 27 числа везде где был открыт интересно прирост вот эти три массива на шорт пока таки остаются важными и на них стоит обращать внимание ближайшее время тут потенциально могут еще бороться значит вот эта точка прям плотненько так 118 95 19 25 прошлись и 186 182 тут соответственно выделяем 20 26 27 мою петя неделя пока не прошла уровень 108 186 соответственно массив текущей недели мы сейчас на 15 минут на таймфрейме выделим вот у нас неделька коридор вот 182 как раз вы видите его аккуратненько пробовали щупали но не прошли темнее его сделаем чтобы он не отвлекал влите внимание где сосредоточен ядро этой неделе 18 10 17 85 мы его фиксируем как значимый и пока будет торговаться евре книжев мы сегодня деле есть шансы на проложение нисходящей динамики на 16 17 там очень очень рядом но тут чтобы все-таки продолжить начатое в четверг движение надо еще пройти 17 38 и 17 54 этот коридор на всякий случай возьмите в качестве уровня поддержки в мы сейчас его проверим еще по ликвидности особенно вот все что сформировали в сегодня тут 28 тонн было в 730 под волатильность ну там новости были соответственно и по десятый час тут прям не могли успокоиться на еврике то есть вот эти локации в районе 17 35 и 17 54 это непосредственно европа набросала и вчерашняя сессия четверг а вот как только ушли крупные участники с рынка соответственно рынок цитих завис в ожидании дельта в этот период была как видите в на стороне байером был один выстрел в такой значимый 1536 в общем это как раз на девятый час пришлась активность вот этот маневр и потом еще продолжалось после десятого часа до 11 вот этот небольшой еле-еле рост возьмите на всякий случай вот 17 62 это непосредственно уровне пятницы по 1770 тут мы особенно вот 1770 видите как они на нем лежат не падают соответственно тут маячки проскакивают нас мы чуть-чуть потише сделаем фильтр потому что 500 это много давите здесь плотно поставили след байра и тут бесспорно стоит коридор просматривать собственно если будут жестко отстаивать 17 62 1770 соответственно сценарий на short пока будет не безопасным пробитие 1754 и возврат собственно на 1740 будет потенциально интересным сценарием на возможное продолжением нисходящей динамики по основным уровням но ключевой уровень ядро недели тут фактически везде в агрессоры на стороне солера были начиная с 1770 и по 84 понедельник тоже был постоянно в агрессоре на short вся сессия единственное вот был вторник более-менее позитивно на север рассматривался и потом европа но если посмотреть по сценарием как себя вели две торговые сессии американская европейская вот у нас попытки толкнуть на европе америка европа америка европа америка глушит всех опять же европа дам чуть-чуть тянула америка потом уже вот здесь уже европа сдалась и также европа идет на покупку единственная сессия когда америка согласилась пошли на рост это вот была пятница если пробьют виду был и пиво это 1784 примерно отметка сейчас вот эта кривая соответственно могут закрепиться опять же смотрим на уровне поддержки там где у нас есть потенциальный левел на поддержку фунт вот такой маневр на фунте сейчас на этой неделе был и так считаем с 20 сентября вот по текущий день у нас идет такой неожиданно падающий фунт так открыт интерес у нас сейчас мы перепроверим вот единственная позиция была приток позиции был 6 сегодня в общем а так с 28 до 6 сентября в основном идут на фиксацию после этого роста я думаю это вполне ожидаемая одну затянулась малость как он такой особенно сессия вчерашняя значит по дельте у нас идет соответственно агрессор на продажу и буквально вот 4 числа был байер уровень отметим 324 по 3295 потом проскакивали байеры купите и вчера и сегодня на самом минимуме там в концентрация прям мощная сейчас мы тут подсветим вот обратите внимание полторы тысячи до полторы тысячи потом 3 и 3 потом 4 тысячи семь вот самая такая агрессивная часть я считаю выделю по сегодня это 307 310 3105 этот коридорчик начали они с 306 мы его отметим этот уровень обязательно на всякий случай так 307 по 310 смело можно установить и мониторить на предмет возможного возможной поддержки в понедельник вторник среду там зависимости от чем закончится день колумба в америке вот 310 часа подвину и вот так потом обратить внимание 7000 было на 30 165 и потенциально вот 314 но не забываем еще в уровне сопротивления у нас идут 322 323 и 3275 тут прям агрессивно 8 и 9000 там дальше 7 вот на самом деле не неудобно еще свести трансляцию за счет того что онлайн трансляция то прерывается то появляется и и очень-очень накликает вот поэтому не обращайте внимания я думаю со следующих обзоров будет ситуация намного лучше так теперь еще раз пройдемся по сопротивлением 322 323 ближайшие если будет все-таки коррекционный момент после такого затяжного снижения потом крайне важный уровень 3275 328 это вот эти локации и по текущей сессии 309 уровень ну пока вы держиваются ядро дня в любом случае в районе 309 308 так и останется даже ближе к 307 307 308 с половиной ну и дальше уже посмотрим как они пробьют 317 55600 со стороны селера 5 числа не бросили и на всякий случай тут тоже присмотрите если будете становиться на покупку на коррекцию то в 317 потом 322 322 могут быть уже осложнения с продолжением роста ну и соответственно как точки на потенциальный вход поиск точки входа на шорт почему бы нет стану почему с трансляциями такой непонятный коллапс происходит так ну идем дальше селев так наконец-то рванули хоть как-то сейчас посмотрим на девках сдвинула ситуация относительно 50 уровня ну очень очень на них похоже сбросили тех и других как видите значит сброс байеров еще продолжается если это сброс байеров и целеров уже сбросили четверг соответственно может быть сюрприз либо в среду либо четверг по отчетам по новостям значит среду напомню фомка четверг петролиум там тоже может быть сюрприз так 5 числа были у нас на 14000 агрессивные байеры собственно селеров сбросили вот здесь самая пиковая точка 5105 вот грузили шарты с 50.9 по 50.7 это четверг постарались ребятам так вот мы его фиксируем этот уровень коридор потом обратите внимание как резко меняется активность на сторону селеров пятницу сегодня видите весь коридор пятницы все усеяно агрессивными шортами значит вот на минимуме дня тут на одном только уровне отличились покупатели это вот 49 35 20 штук 21 29 16 тонн 11 сверху по 7 то есть очень очень сильно на минимуме дня пакуются посмотрим сейчас подкрытым интересу падает падает открытый интерес тут по сути сейчас мы посмотрим что происходит с может на декабре уже открываются тогда возьмем уровне декабря ну по открытому интересу здесь веселее сейчас по объему посмотрим есть объем уже на декабрьском поглядывает уже туда значит если на декабрьском брать тоже в маневры были ту в ту сторону по дельте на декабрьском тоже и вчера даже были селеры тут прям с 2 октября коридор можно взять даже 50 125 прям по пятьдесят один с половиной тут серьезно зашли селеры и вся неделя собственно потом плясала под их дудку 50.7 по 51 тут всю неделю агрессивно себя вели боя селеры и уже 50 15 по 50 35 увидите два уровня в общем не изменилась картиной на декабрьском контракте наверное ноябрьском явно там орудуют селеры пока ну агрессивного пятницу залили полностью так серьезно шортами посмотрим дельта процент значит восемь с половиной процентов было не считается тоже а сегодня 47 то есть всю неделю ближайшие вот уровне вот этот кусочек маленький его не берем в расчет потому что это непосредственно воскресенье а процентном соотношении в сравнении с этой сессией ну ближайшие не очень часто происходят такие по 5 процентов выбросы вот здесь у нас три процента вот пять было ну то есть под пять процентов потом я достаточно неплохое снижение поэтому покупать если вы хотите взять коррекционное движение там к 48 потенциально вот этот вот кэша на short может толкнуть до 48 в легкую сейчас включаем обратно склейку вот эпоха байеров закончилась самом деле 26 25 числа все остальные дни то есть вот этот массив вот этот массив в основном все было за активностью селеров поэтому тут выделять можно прошу позапрошлую неделю и этого в легкую можно как сопротивление 51 с половиной по 52 15 уровень сопротивления 1 это за вот этот массив конец сентября и сейчас мы выделяем ну тут можно прям брать 50 и спокойно плотненько поработали ну вот так чтобы выделить самый плотный до 50 с половиной сможешь брать как хорошо что инвесторы так ровненько работают по цифрам если возвращаются в коридор 5025 и то и выше там 55 соответственно сценарий на продажу пока отложите в сторону до того момента пока они снова не будут ниже 50 это был сель и золото золото продолжает после вот этого снятия с топорей движение на этой неделе так аккуратненько прям под под линеечку значит смело можно брать уровень сопротивления 12 77 с половиной по 12 81 здесь прям весь коридор агрессивно проработали селлеры обратите внимание как ну меняется движение индикатора видов лупи очень сильно стремительно вниз уходит по объему значит самая топовая сессия была 320 тонн этой неделе ну не самая за последний период но за неделю самый топ и обратите внимание где сейчас торгуется пятница на максимуме дня то есть не на максимуме недели но потенциально реверсивная модель наблюдается значит 71 с половиной до 72 берем в качестве поддержки даже можно захватить вторник вот здесь тоже был активен байер если вот этот разворот пятницы будут активно удерживать и не пустят ниже 71 с половиной то есть снова там байера будут защищать уровень здесь обратите внимание 7 тонн 10 9 то есть ну вот такие дополнительные еще локации а вот селеры тоже не дрем не дремлют давать по дельте зафиксируем их потенциально еще есть там полтора часа торгового времени под закрытием могут еще набросать в ликвидности могут перекрыть дельту пятницы то есть как раз будет реверсивная нулевая дельта по сопротивлением точно стоит отметить 84 81 тоже надо взять на заметку ну и тут вторник ну второе третье число видите по 78 79 достаточно немало было от селлеров объемом ну как видите сейчас вот на максимуме пятерка тут 8 против 7 ну немало ликвидности торгуются то есть байера еще есть если бы их не было они можем сбросили позицию я думаю если через полчаса они не будут из рынка то есть не выйдут из позиции соответственно так и оставят закрытие пятницы наверху потенциально можем даже посмотреть вот их активность сейчас я фильтры уберу сейчас я фильтры уберу 10 часа и периодически подбрасывают дисбаланс плотно по пятнице вот видите стоят прямо 75 с половиной 75 не двигаются с места даже причем на европе тоже видите отпечаток байеров достаточно неплохо просматривается по остальным дням тут ну вторник начали они всю эту картину и еще на европе среду продолжали то есть массив в принципе если вытолкнуть за 79 80 там я думаю на европе еще подтянут ликвидности но опять же понедельник на штатах праздник колумбуса день и там будет банк закрытые банки будут закрыты и биржи открыты то есть соответственно понедельник особой надежды на ключевое расширение не будет ну то есть не нужно оставлять а вот вторник в среду перед фомкой могут тоже еще немножко мучить поэтому потенциально до фомки серьезные каких-то позиций по золоту лучше не делать и снп и так тут бесспорно я даже представить себе не могу по каким это данным фундаментальным инвесторы вкидывают кэш в фондовый рынок штатов абсолютно вот не не представляю даже возможно мы еще просто не знаем какой-то информации значит вот такой рост прям день похож на предыдущий день всю неделю то есть это системное управление движением рынка абсолютно вот тютерка в тютерку дни идут даже не к чему придраться периодически там чуть сбрасывают стопы и но идут прям неустанно есть у них еще в кармане видимо какой-то козырь по ликвидности уже тянущие котировку по сравнению с прошлой недели которая задала весь ритм устали поэтому коррекция на неделю обеспечена хотя бы маломайская в любом случае перед сломкой будут трусишки сбрасывать покупки это обязательно и тут дельта каждый день идет на стороне байера причем она системно идет выше 25 тонн единственная сессия это сегодня значит по открытому интересу все четыре дня со вторника по 4 по пятницу прирост открытых позиций дельта тоже на стороне байера могут еще толкать и пока есть ликвидность почему бы и нет причем он на максимуме селлеров немножко подвинули значит где может быть до какого уровня можно ждать допустимо я бы сказал так ждать коррекцию это 25-15 с половиной по 25-18 это прям еще сто недели уровне а вот если будут активно защищать защищать тридцать четвертую с половиной по три шестую с половиной тут потенциально будет интересно поискать точку входа потом абсолютно жестоко но такая достаточно опасная точка входа на максимуме не то что контракта даже пробовать заходить долгосрочно на 25-40 чисто спекулятивные на самом деле уровень по 42-ю тут опять же четверг отличился и обратите внимание на вот этот пакет 49-50 на максимуме очень сильно прошлись потом плотный коридор идет 24-я ну 25-я грубо говоря по 29-ю даже можно взять 20-30-ю вот этот коридор тут три сессии в основном были активисты на покупку вот по дельте мы с вами смотрели вот дельта на покупку вот как 25-й начали не успокоились до 30-й даже тоже еще один уровень на поддержку соответственно вот уже таким хорошим моментом будет если уйдут ниже 25-30 а в идеале вообще 20-ю надо пробить то есть полный разворот недели что это вторая неделя подряд идет без коррекции то есть видите сессия за сессией идут без коррекции каждый день то есть нет было ни одной сессии которая была ниже предыдущей то есть вот этот момент был только это они не ушли ниже вторника и так все идут выше то есть это настолько уверенный рост вернее вливание кэша настолько уверенное что либо этот прям нашифтывается сама елен кому-то очень сильно либо мы чего-то не знаем возможно там в штатах все не так как показывают по тиви и youtube каналам да там все давно на космических машинах летают либо еще что-нибудь в общем на сегодня все спасибо что пришли в следующие wall street онлайн трансляция будет уже на канале youtube и ссылка поменялась поэтому если вы не нашли трансляцию по старой ссылке заходите на канал компании wallfix либо же на канал wall street онлайн либо тот либо тот канал будет активен в пятницу в 20.00 но опять же в рассылке вам придет уведомление обязательно если не было рассылки соответственно и нет обзора но каждую пятницу в 20.00 по старинке уже 6 лет не меняем традиции как говорится в общем хороших выходных всего лучшего начинаем пока